Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как у Бога может быть родословие и какое отношение к нему имеет Иосиф, обручник Девы Марии. Родословие Христова в Евангелии от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Это Евангелие от Матфея, первая глава, первый стих. Но в то же время у пророка Исаии мы находим следующие слова. Это 53 глава, 8 стих. «Но род его кто изъяснит?» То есть происхождение Господа Иисуса Христа по Божеству, оно неизъяснимо и неописуемо. Значит, те два родословия, которые мы имеем в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, они касаются только истинного человечества Иисуса Христа, но ни в коей мере не касаются Его Божества, потому что Бог безначальный, и Он не имеет никакой причины для Себя самого. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова, 3 глава, 23 стих. «Иисус был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф». Какое отношение ко Христу имеет Иосиф, обручник Девы Марии? Тем более, что Евангелие от Матфея дает родословие Христово по Иосифу. Люди ошибочно думали о том, что Иисус по плоти сын Иосифа. И здесь они заблуждались, они не были посвящены в тайну непорочного зачатия Христа, Сына Божия, от Духа Святаго и Пресвятой Девы Марии. Но что интересно, в некоторых случаях и само Священное Писание называют Иосифа родителем Иисуса Христа, отцом. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 41 стих. Там сказано, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И мы знаем из этой истории, что потом они его потеряли, Мария и Иосиф, и искали и нашли его в храме только через несколько дней. Почему Иосиф все-таки называется родителем? Он был названным отецом Иисуса Христа, потому что он усыновил Иисуса Христа. А теперь мы ответим на вопрос, почему так важно, чтобы Христос происходил через усыновление от Иосифа, только через усыновление, и имел отношение к родословию Пресвятой Девы Марии. Родословия, которые мы имеем, они разнятся. Родословия по Евангелию от Матфея – это царственное родословие, ибо Иосиф, который усыновил Иисуса Христа, он сообщил ему все права своего родословия, как в свое время патриарх Иаков усыновил детей своего сына Иосифа Прекрасного, Монасию и Ефрема, и сообщил им право быть коленом израильским. Если по Иосифу это царственное родословие, то по Деве Марии это священническое родословие, хотя и в случае с Иосифом, и в случае с Марией родословие восходит к Давиду, царю Давиду, но восходит по-разному. Во-первых, в Евангелии от Луки, первая глава, 36 стих, мы видим свидетельство Божьего Ангела, «Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц». Родственница твоя, по-славянски южница, а Елизавета – жена священника Захарии. Это значит, что в Иисусе Христе соединилось царское родословие по Иосифу через усыновление Иосифом Иисуса, младенца, и священническое родословие через Пресвятую Деву Марию, потому что там каким-то необычным образом произошло соединение царственной линии только по Давиду и со священнической линией. Христос – истинный царь, истинный священник. Истинный царь, истинный священник. И давайте посмотрим, как это выглядит у Матфея. Соломон родил Рваама, Рваам родил Авию, Авия родил Асу. Это Евангелие от Матфея 1.7. Здесь мы видим царскую линию. После Давида называется его преемник на троне Рваам. А вот в Евангелии от Луки несколько иначе. Там родословие восходит к первому человеку, к Адаму от Иисуса. И говорится, это 3 глава 31 стих, что Иисус Нафанов Давидов. То есть после Давида упоминается на Фан. Если говорить по нисходящей. А у Матфея после Давида Соломон, потом Рваам. Таким образом, Евангелие от Матфея дает нам царское родословие, а Евангелие от Луки, где царская линия прерывается на Давиде по Нафану, Натану. Таким образом, соединяются удивительным образом два колена. Царственное дом Иуды и священническое дом Левия. А Христос истинный царь и истинный пересвященник. И давайте посмотрим, что говорится в Евангелие от Матфея 1 глава с 20 стиха по 24. Когда он помыслил это, то есть Иосиф помыслил в сердце своем отпустить Марию, потому что не был посвящен в тайну ее непорочного зачатия от Духа Святаго. Но здесь ангел Божий прямо говорит Иосифу, что он должен усыновить Иисуса, потому что наречь имя в то время означало признать свое отцовство или усыновить. «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И далее «И он» – это уже 25 стих, последний стих 1 главы – «И он», то есть Иосиф нарек ему имя Иисус, то есть усыновил его и сообщил ему права своего родословия. Матфей писал свое Евангелие для лиц еврейской национальности, а они знали, что Мессиах, Мессия, Христос должен быть потомком Авраама, Исаака, Иакова, Давида и Соломона. Поэтому очень важно было подчеркнуть связь Иисуса через усыновление Иосифа с царственным коленом, а через Евангелие от Луки показать связь Христа с священническим коленом. И апостол Павел в послании к евреям называет Христа первосвященником, то есть истинным священнослужителем. И православная церковь в человеческом служении Христа выделяет три аспекта. Его служение как царя, его служение как пророка и его служение как первосвященника. Таким образом Иосиф поучаствовал в тайне домостроительства нашего спасения. И мы исповедуем Христа в его человечестве царем из дома Давида. А мы знаем, что Давиду было сказано, что на его троне вечно будет пребывать его наследник. И этот наследник по плоти это Иисус Христос. Потому что иудейское царство разрушено, потомки Давида рассеяны, и только тот, который вознесся на небеса и воссел одесной Бога Отца, он по-прежнему восседает на этом престоле. Это значит, что обетования Божьи они верны и непреложны. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok